Едва вы делаете первый шаг из самолёта, как вас окружает толпа императорских пингвинов. Все они хотят заполучить ваш автограф. Нет, всё ещё хуже. В лицо ударяет холод, которого вы ещё никогда не чувствовали. Несмотря на то, что на вас больше 9 килограммов защитного снаряжения, ледяной ветер всё равно пробирается сквозь одежду. Слепящий солнечный свет закрывает обзор, но совершенно не помогает согреться. Да, это ваш первый день на Южном полюсе, и добраться сюда было непросто. Вы встречаетесь с координатором, чтобы начать новую жизнь в самом отдалённом месте на планете. Вы забираете багаж из самолёта и оглядываете спутников. Вы все прошли строгую проверку, чтобы быть готовыми к уникальным сложным условиям. Программа должна была удостовериться, что у вас есть всё необходимое, чтобы выдержать месяцы изоляции, низкую температуру и непривычные суточные циклы. На Южном полюсе случается всего один закат и восход солнца за целый год. Кроме того, вы прошли тесты на физическую подготовленность. Когда исследователь отправляется в путь, ему необходима справка о прекрасном состоянии здоровья, поскольку на базе обычно находится всего один врач. Поначалу вы теряетесь, поскольку перед глазами простирается только бесконечная ледяная пустыня. Но вскоре вы замечаете крупное здание вдалеке. Это антарктическая станция Амундсенскот. После долгой прогулки по глубокому снегу вы, наконец-то, оказываетесь на месте. Переступив через порог, вы сразу же перестаёте дрожать. Здесь так тепло, что все ходят в футболках. Вы почти забываете, что находитесь в самом холодном месте на планете. Вы с удивлением замечаете, что вам навстречу вышло немало людей. Вы-то думали, что здесь живут только пингвины? Все эти учёные находятся на станции в летний период, проводя исследования в суровых условиях Южного полюса. Вас торжественно приветствуют, включая вводную презентацию в конференц-зале. Основные правила могут помочь вам в случае, если что-то пойдёт не так. Здесь всё организовано до мельчайших деталей – от провизии до утилизации отходов. Станция перерабатывает всё, что может, даже различные виды батареек. Всё, что не перерабатывается, отправляется в путешествие через океан на свалку в Америке. По окончании презентации координатор провожает вас в общежитие – место, которое станет вам домом на весь срок вашего пребывания. Вы не можете дождаться возможности рассказать семье и друзьям, как здорово оказалось на Южном полюсе. К счастью, на станции есть интернет. Однако, когда вы открываете YouTube и нажимаете на видео, вас встречает кружок загрузки. Над Антарктикой нет спутников, значит, придётся привыкать к медленному интернету. За окном вам открывается красивый снежный пейзаж. В отличие от побережья континента, Южный полюс полностью лишён жизни. Ни одно растение или животное не способно выдержать условия в глубине материка. Если не считать случайных птиц, сошедших с курса из-за ветра, вся эта местность – пустынное ледяное море. Антарктическая станция Амундсенскот стоит особняком в этой пустыне. Для выживания в уникальной среде лагерь нуждается в самых разных людях. Повара, сантехники, электрики, медики и другой персонал поддерживают работу этого места, чтобы учёные могли проводить исследования. Возможно, вы удивитесь тому, насколько хороши условия для местных работников. Естественно, здесь есть обычные исследовательские помещения и лаборатории, но многие комнаты предназначены специально для развлечений. На базе есть баскетбольная площадка, где регулярно соревнуются разные отделки. А ещё помещения, выделенные под музыку и искусство. Что ещё важнее, здесь есть стоматолог, который следит, чтобы ваши зубы не пострадали от клацания. Давайте не забывать о кафетерии, где подают блюда со всего мира. Душа просит вкусный салат? Спускайтесь в крытую теплицу, чтобы выбрать свежие фрукты и овощи. Тот растут помидоры, авокадо, салат и даже тропические фрукты. А ещё теплица, пожалуй, самое влажное место на всём континенте. Удивительно, но она работает так эффективно, что способна производить около 9 килограммов продуктов в неделю. Недостаток воды вам тоже не грозит. База стоит на практически бесконечном запасе пресной воды. Команда просто загружает антарктический лёд в специально сконструированные генераторы, которые растапливают его и фильтруют, превращая в чистую питьевую воду. Если вам станет некомфортно от экстремального климата, можно просто отправиться в сауну. Детокс на Южном полюсе – уникальный опыт. Теперь, когда вы ознакомились с помещениями и можете легко ориентироваться на базе, пора приступать к работе. База занимается в основном астрономией, поскольку кристально ясное антарктическое небо позволяет исследователям делать удивительные снимки космоса. Антарктика идеально подходит для таких снимков, поскольку является самым сухим местом на планете. В местной атмосфере практически отсутствует водяной пар. Однако вы здесь по другой причине. Станция также используется для изучения вулканической активности. Учёные обнаружили 91 вулкан, скрытый под слоем антарктического льда, и вам предстоит собрать с одного из них образцы породы. Как только вы выходите на холод, зубы тут же начинают стучать. К счастью, сейчас далеко до самой низкой температуры, когда-либо зарегистрированной в этом месте. Однажды столбик термометра опустился до отметки минус 81 градус Цельсия. Если бы в это время подбросили в воздух стакан кипятка, он превратился бы в лёд до того, как достиг Земли. В такой мороз практически невозможно даже выйти со станции. Самая высокая температура, зарегистрированная на Южном полюсе, составляла минус 12 градусов Цельсия, и это было в разгар лета. По мере приближения к месту раскопок вы начинаете замечать изменения в пейзаже. Вокруг простираются холмы и крутые уступы. Приблизившись к побережью, вы наблюдаете больше животных. Вдалеке даже можно увидеть колонию пингвинов. Вы осматриваете окружающую вас территорию. Возможно, ожидая увидеть огромную гору, с кончика которой сочится лава. Но на самом деле вокруг нет ничего. Всё потому, что вулкан у вас под ногами. Он является частью огромного массива суши подо льдом. Возможно, Антарктика кажется огромным ледяным полем, но в действительности под ним скрыт огромный континент. Это значит, что там есть вулканы, горы, долины, как и на любом другом континенте. Учёные недавно обнаружили, что Антарктика скрывает самую низкую точку на планете, а также огромные горные хребты. Если бы какой-нибудь из многочисленных местных вулканов решил извергнуться, он растопил бы немалую часть льда на поверхности и увеличил бы его выход в океан. Уровень моря поднялся бы, затапливая прибрежные зоны по всему миру. Баланс воды в океане нарушился бы, ставя под угрозу морскую жизнь. Но вам повезло. Сейчас все эти вулканы спят, и вы можете начинать работу. Вы распаковываете оборудование и начинаете бурить. Ваша команда установила небольшую палатку, чтобы не замёрзнуть, пока вы отслеживаете прогресс на портативных экранах. Приходит время перекусить. Вы достаете сэндвичи, которые взяли с собой. По очевидным причинам холодильник для них не нужен. Учуяв еду, антарктические птицы начинают кружить над вами, пока вы едите. Когда вы ложитесь спать, три слоя одежды кажутся вам не теплее футболки. Вы надеваете еще пару вещей и застегиваете палатку, чтобы наконец-то отдохнуть. Снаружи бушует ветер, и вам кажется, что за палаткой раздается рыб. Вам страшно, но потом вы вспоминаете, что в Антарктике нет белых медведей. На самом деле здесь вообще нет крупных хищников, поэтому вы можете спать спокойно. Вы просыпаетесь, и небо выглядит так же, как и ночь. Каждый день на этом континенте длится шесть месяцев. Ваша работа закончена, вы можете паковать вещи и отправляться в долгое путешествие обратно на станцию. Несколько часов спустя вы окажетесь среди знакомых равнин Южного полюса, а затем в тепле исследовательской станции. Первые несколько дней на станции прошли для вас с огромным успехом. Возможно, вы помогли нам немного больше узнать об этом загадочном континенте. Но мы совершенно уверены, что подо льдами скрывается еще много загадок. Кто знает, что нам удастся обнаружить в будущем?